Перевод. Дом Тривакры был обставлен дорогой мебелью и украшен так, чтобы возбудить в человеке сексуальное желание. Со стен свисали разноцветные драпировки и нити жемчуга. Под балдахинами стояли мягкие ложи и диваны, украшенные гирляндами из цветов. Повсюду курились благовония, источал аромат сандаловая паста и горели масляные светильники. Комментарий. Как пишет Шидгара Свами, дом Тривакры был украшен откровенными картинами, изображающими любовные сцены. Шилавиш Ванатхача Краварти добавляет, что в ее арсенале также были травяные афродизиаки. Понять намерение Тривакры нетрудно. Однако Господь пришел в ее дом лишь для того, чтобы спасти ее из материального мира. Аминь. 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 Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бхатулейши Мати Бхакти Виданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Георавани Прочарени Нирвишешешашуневади Пасччатялиши Тарине Дом Тривакры был обставлен дорогой мебелью и украшен так, чтобы возбудить человекосексуальное желание. Со стен свисали разноцветные драпировки и нити жемчуга. Под балдахинами стояли мягкие ложи и диваны, украшенные гирляндами из цветов. Повсюду курились благовония, источал аромат сандаловая паста и горели масляные светильники. Итак, глава называется «Кришна радует своих преданных». Нужно вспомнить немного предысторию, когда Камса понял, что все демоны, которых он посылал во Вриндаван, бесславно, с его точки зрения бесславно закончили свою жизнь, хотя все, кто соприкасается с Кришной, как раз славно все заканчивает. С материальной точки зрения он выглядело как неудача. И тогда Камса решил выманить Кришну из Вриндавана, он подумал, что там ему родные стены помогают, там вся атмосфера Вриндавана защищает. Кришна так думал Камса, вот надо его на свое поле деятельности затащить, в Мадхуру. И поэтому он послал Акруру, который был в очень странном положении, был великим преданным Кришну, находился на службе у Камсы. Такой двойной агент. И он отправил Акруру, чтобы забрал Кришну Балараму из Вриндавана, вытянул его из этого магического защитного поля деятельности в Мадхуру. И когда Кришна пришел в Мадхуру, мы знаем, что он прогуливался по городу, встречал там разных людей. И Тривакра или Кубжа, это женщина-горбунья, была одной из первых, кого он там встретил. И тогда же она сразу же всплывала к нему чувствами и пригласила его к себе. И он сказал, что он придет, но не сразу, сначала нужно сделать дела. Также его Акрура приглашал к себе в гости, он сказал, да, я приду, но позже. И вот уже позже, когда произошли определенные события, был убит Камса, все уже успокоилось, вот теперь Кришна начинает свои обещания выполнять. Ну это к вопросу о том, что он не всегда может быть так быстро выполняет наши пожелания. У него тоже дела есть определенные. Не то, чтобы он занят, но есть определенная последовательность событий, что кое-какие вещи не могут произойти до, они могут произойти только после чего-то. Вот это его замысел. И поэтому вот теперь с некоторой отсрочкой Кришна говорит, ну я обещал Кубжи, я обещал Акруре, вот я зайду к нему в гости обязательно. И вот теперь время пришло. Кришна пришел к ней домой и по описаниям, судя, это заведение было совершенно, так сказать, понятного назначения, вот, ну буквально это, так сказать, такой бордель был, вот, причем такой высококлассный, судя по описаниям. Вот какая тут была обстановка и так далее, и у нее там было много этих самых девушек, вот, то есть она была как бы старшей. Это было вот реальное такое заведение усилительное в Матхуре. Также мы позже будем читать про Двараку из той же области. Вот, и для нас это как бы немножко вызывает определенное беспокойство, непонимание, потому что если мы будем читать комментарии дальше, то мы увидим довольно интересное утверждение. О том, что сама эта женщина, Кубжа или Тривакра, была никем иным, как, с одной стороны, частичной экспансией Матери-Земли в Гумидеве, это раз, уже высокий статус, а второй статус еще выше. Она была частичной экспансией самой Сати-Бхамы. Сати-Бхамы это одна из главных жен Двараки. И вот теперь у нас возникает тот самый, как это модно говорить, когнитивный диссонанс, то есть мы не понимаем, каким образом такие личности, сама в Гумидеве частичное проявление, сама Сати-Бхамы, это вообще супер уровень, то есть фактически это уровень освобождения, освобожденные души. И тут, значит, вот она содержательница этого борделя, куда она, значит, приглашает Кришну. И объяснение достаточно простое. Есть несколько уровней восприятия реальности, и вот то, о чем мы прочитали, это такой внешний поверхностный уровень, как вот оно выглядело внешне, да, все, усилительное заведение. Это уровень прокрытия материальной природы. Но сам факт, что Кришна лично контактировал с этой женщиной, был с ней в близких отношениях и так далее, неоднократно встречался, говорит о том, что это была необычная душа. Вот Ира Ачарья объясняет нам, что это была за такая душа. И сложность состоит в том, как это все совместить, потому что наш ум, он работает по определенным алгоритмам, которые никак не нарушаются. То есть мы очень легко и быстро замечаем такие вещи, как противоречия. Вот и сразу же у нас так расширяются глаза, мы говорим, а противоречия, противоречия. То есть особенности работы нашего ума, они вот так вот заставляют нас реагировать. Но понимание реальности выходит за пределы возможностей нашего ума, и поэтому для того, чтобы вот эта вот проблема, которая у нас в голове есть, из-за возникающих вот этих вот особенностей мышления, что там одно с другим никак не совмещается, не состыкуется, для этого и существует объяснение Ачарьев, которые отдаются нам с трансцендентного уровня, которые превосходят уровень двойственности, превосходят уровень всех этих противоречий и так далее. Итак, по статусу, по своей тафе, позже там будет говориться, что кубджа или тривака, это вечно это не тясидх, это освобожденная душа. Но по замыслу, то есть по сюжетной линии, лилы определенные, которые превосходят, это освобожденная душа играла роль обусловленной. Вот и все. То есть все наши вот такие вот линейные представления о том, как оно все должно быть, они очень часто разбиваются о жизнь, которая сложнее, чем наши вот эти вот дуальные представления, совместимость, несовместимость, логично-нелогично, противоречит-непротиворечит, это просто особенности нашего мышления. Нас в этом трудно обвинить, потому что мы обусловленные души, мы по-другому мыслить-то и не можем. Так вот, ценность комментариев Ачарьев как раз состоит в том, что она выводит нас за предел этого дуализма, за пределы всех этих вот алгоритмов и стереотипов нашего мышления, и показывает нам, что то, что на нашем ментальном уровне кажется невозможным, противоречивым, это просто реальность, где Кришна легко играет со своими энергиями. У него есть внутренняя энергия, у него есть внешняя энергия материальная. Для нас все очень просто. Если я освобожденная душа, я веду себя как освобожденная душа. Если я обусловленная душа, я веду себя как обусловленная душа. Все четко, ясно и понятно. Но когда мы встречаем вот такие нелинейные, нестандартные ситуации, когда по статусу освобожденная душа ведется как обусловленная душа, и это обусловлено играми Кришны, его сюжетом, его замыслом, вот в этом месте у нас сложности. Мы говорим, так что же это Кришна? Значит, он подставляет нас, получается, да? Вот она освобожденная личность, и она ведет себя там как непонятно какая женщина. То есть, так заставляет нас думать просто особенности нашего мышления. Так мы постигаем мир, по-другому мы никак не можем. Нас так научили, по-другому никак. Но когда мы сталкиваемся с другой реальностью, с духовной реальностью, вот тут все иначе. Вот поэтому и говорится, что вот эти вот все лилы, игры, которые описаны на десятой песне Шимадбагава, там в строгом смысле слова может понять только освобожденная душа. Поэтому и даны вот эти вот первые девять песен, которые должны привести нас хотя бы теоретически к освобождению. То есть, наверное, девятая песня называется Муктий, освобождение. То есть, вот теперь, когда мы прошли эти основные моменты понимания, вот теперь в освобожденном состоянии живое существо может понимать десятую песню. Конечно, Шила Прабхупада, мы знаем, что он дал десятую песню в кратком изложении намного раньше, когда большинство его учеников точно еще не прочитали девять песен, потому что их тогда еще просто не было в переводе. И поэтому он коротко изложил эту десятую песню, снабдив своими активными комментариями, что, в принципе, сделало тему такой, ну, усвояемой, что называется, в какой-то степени можно понять. Тем не менее, поскольку мы находимся в материальном мире, и мы вроде как боремся с обусловленностью своей, но она опять прилетает вам, как муха, которую вы гоните, она опять прилетает, вы гоните, она опять прилетает. Это ничего невозможно проделать. Это материальная природа, понимаете? То есть у мухи есть свои дела, она должна на вас сесть, она должна что-то сделать, и вы не можете ей проповедовать, бесполезно. То есть у нее своя природа. Точно так же мы находимся в материальном мире, и эта природа действует на определенном образом. То есть вот пока вентилятор крутится, вроде как прохладно под ним, выключите вентилятор, опять жара наступит, понимаете? Точно так же, пока мы находимся в поле духовной энергии, вроде как-то мы что-то понимаем, мы чувствуем какую-то защиту, вроде вот все, духовная энергия действует на меня. Какое-то ослабление, или, допустим, наоборот, может быть, мы действуем так же, но пришло некоторое кармическое усиление, ну, по карме, периоды жизни какие-то, там энергетика поменялась, там что-то еще. И уже прежних усилий, то есть я вот такой как бы стабильный, 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 вот, а материальная энергия, она же тоже своими импульсами, да? То сильнее, то слабее. Вот я, может быть, был вот такой духовно сильный, а в тот момент на меня материальная энергия не сильно действовала, я неплохо выглядел, казалось, что я духовный человек. А потом я как бы укрепился вроде как в духовной жизни, стал более таким стабильным, но по разным, так сказать, обстоятельствам судьбы воздействие силы материальной энергии тоже усилилось. И теперь моих прошлых усилий, когда материальная энергия на меня не сильно действует, Их уже мало, и поэтому у человека возникают какие-то определённые сложности. То есть, вот это вот сочетание, невидимое для нас сочетание двух энергий, материальное и духовное, так действует, что в какие-то моменты всё спокойно, всё замечательно, всё ясно, всё прекрасно и прозрачно. Какие-то моменты при той же самой моей духовной практике всё путается, я чувствую какое-то раздражение, я чувствую какой-то гнев, я чувствую какие-то противоречия, что всё это надоело, всё непонятно вообще и так далее. Почему происходит? Потому что вот эти две энергии, они в разной пропорции воздействуют. Нам говорят, ну, нужно больше предаваться. То есть, раз материальная энергия стала сильнее действовать, значит, нужно уже с нашей стороны, уже каких-то стандартных, обычных усилий уже не хватает, уже как-то какой-то следующий шаг в Шаранагате, какие-то более углублённые отношения, какая-то более углублённая молитва, внутреннее желание принять убежище Кришны в его энергии. Вот что требуется. И так вот эти вот две энергии работают, и из этого у нас сложности с пониманием. И вот вам как раз та самая ситуация, когда мы рассматриваем деятельность освобождённой души, Кубжи Тривакры, которая есть с Атьябхамой Гумидеви в одном лице, которая действует по замыслу Кришны, как обусловленная душа. И наш ум реагирует какими-то вспышками возмущения, вопросами, как же так, или ещё что-то. Вот просто потому, что вот так работает наш обусловленный ум, и по-другому он не может. Подобные ситуации мы встречаем, допустим, в седьмой песне Бхагава, когда описывается история прохлады Махараджи, где в одном из комментариев Шива Пропада ясно пишут, что прохлад — это нити синдха, это вечно освобождённая душа. И у нас сразу раз опять противоречие, потому что мы где-то там слышали историю с Нарисинхой Пураной, что он каким-то там бандитом в прошлой жизни был и так далее. И вот он там волею судьбы, значит, скрываясь от преследователей, попастился в каком-то храме Нарисинхи заброшенном в ночь на Икадыше, и заработал такую сумасшедшую пуни, что теперь он как бы родился в семье демонов, потому что это вот его как бы прошлая обусловленность. Но из-за того, что он совершил такую великую, значит, бхакти кунью, постился в день Икадыше в храме Нарисинхи, и теперь он стал преданным. И нам опять трудно совместить эти вещи. Как так? Вот он нити ситха, прямое утверждение Шивы Пропада, и вот мы читаем что-то там про его прошлую жизнь, про не совсем его какое-то там удачное прошлое и так далее, и опять у нас заклинивает ум. Опять мы не понимаем, как вот эти вот две энергии, материальные энергии и духовные энергии взаимеются. То есть опять мы не понимаем, что освобожденная душа по замыслу Кришны действует как обусловленная душа. Мы читаем утверждение Пропады о том, что Кришна послал его из духовного мира, чтобы он записал свои книги. То есть мы привыкли к этой идее про Шила Пропада о том, как вечно освобожденная душа. С другой стороны, тот же Шила Пропада так же о себе в других местах говорит, что вот какой-то там астролог мне предсказал, что я в прошлой жизни был врачом, но я был таким благочестивым человеком, значит, что не совершил ни одного греха за свою жизнь, что вот теперь я преданным. И опять у нас, опять замыкает. Мы опять не понимаем, как это вот нити ситха, да, и кто-то там, кто из прошлого рождения был каким-то там благочестивым врачом и так далее, опять не сходится, опять не состыкуется. То есть это вот особенности нашего ума, которые не позволяют нам понять вот эти вот вещи. Татва, статус живого существа и его роль по Лили. Ну, простые примеры. Это какое-нибудь кино, и там есть позитивные герои, негативные герои, всё между ними, там какая-то борьба, противостояние. Но человек, который играет негативного героя, он по жизни может быть вполне хорошим человеком. Вот, то есть по Татве своей, он хороший человек, но по замыслу режиссёра он играет роль какого-то негативного. О, свет выключили, видите? Энергии включаются, выключаются, поэтому условия меняются, восприятие меняется. То есть хороший человек по Татве, плохой человек по замыслу. По Лили, в Лили ему досталась плохая роль. Это же не сложно понять для нас, да? Не сложно понять. Но когда мы эти все вещи проецируем на Лилы Кришны, нам сложно понять. На самом деле это должно быть проще, потому что тут мы узнаём, что есть вот эти две энергии, духовная и материальная, и что Кришна, он игривый на самом деле. То есть мы думаем, ну Бог, он же серьёзный, да, по идее. Что за игры, да? А выясняется, что Бог, он не по стойке смирно стоит, да, вот смотрит на нас серьёзно, очень серьёзно. Одно из качеств Бога, это же Гамхира, серьёзный, правильно? Но этот серьёзный Бог, сохраняя свою серьёзность, стоит в игривой форме Трибанга Сундры и улыбается нам, подняв брови, то есть так смотрит нас с улыбкой. Это обозначает, что его серьёзность, она без сомнений никуда не девается, но при этом она никак не отрицает его игривой природой божественной. И поэтому то, что всё философски у нас очень-очень серьёзно, это совсем не обозначает, что Кришна не может со своими энергиями играть как хочет. Если мы почитаем, допустим, молитву Шилы Прабхупады Маркини Бхагаватадхарма, которую он составил, когда прибыл в Америку, ещё находясь на борту этого судна, Джаладуты, там, если не ошибаюсь, в шестом стихе, он там говорит, вообще удивительные вещи, как говорится, полностью выносящие наш мозг и тоже разрушающие какие-то представления. Он там, обращаясь к Кришне, говорит, по твоей воле, по твоей воле живые существа оказались в этом материальном мире. И только по твоей воле они могут достичь освобождения. Мы говорим, что такое? То есть мы же что-то там читали про нашу ответственность и так далее, что это мы во всём виноваты. Кришна Прабхупада тут бум, как пощёчину такую даёт и говорит, что это по твоей воле мы тут оказались. И только по твоей воле мы можем выйти оттуда. Почитайте, интересная молитва очень. То есть опять наш ум завис, мы опять не понимаем. Да что ж такое? Только мы там логически как-то там где-то в чём-то утвердились. Всё, философия всё встала по местам, всё по полочкам, я успокоился. И тут опять какая-то новая грань понимания. И ум опять беспокоится. Так всё-таки вот так правильно или вот так правильно? Просто потому что мы не понимаем, что с одной стороны серьёзность намерений и ответственность Кришны, она совсем не исключает его игривой природы. И что это может быть и так, и так, и наша воля, и его воля. Тут многообразие сюжетов может быть большим. И это всё большой вызов для нашего такого примитивно мыслящего ума, которому хочется некой какой-то такой однозначности. И вот это вот смешение духовной и материальной энергии всех этих уровней, татвы, лилы, расы и так далее, это беспокоит наш ум. И мы не понимаем. Бахтюна Тхакур, великий Ачария, который написал больше ста книг, вообще, так сказать, ну видно, что по деятельности освобождённая душа, потенциал от него потрясающий. И как такое может быть, что этот человек до 45 лет вёл жизнь какого-то обусловленного, такого бенгальского интеллигента, который ходил в клетчатой рубахе, в какой-то ковбойской шляпе, есть даже фотографии Бахтюна Тхакура, он был просто такой прозападный интеллигент, который на этих всех вайшнавов только поплёвывал, потому что считал их просто какими-то глупцами вообще с этим сентиментальными. Потому что большая часть вайшнавов в то время, к сожалению, были пракреты сахаджием. Единицы какие-то из них были действительно серьёзными, чистыми, преданными. И, соответственно, отношение Бахтюна Тхакура как интеллигентного, разумного, ответственного человека было к этим несерьёзным вайшнавам, также было несерьёзное. И вдруг в какой-то момент, в каком-то возрасте происходит полнейшее преображение, и он начинает действовать как чистая душа. Как это понять? Как это понять, что он там какая-то манжария в духовном мире и так далее по своей сварупе, и что эта манжария 45 лет давилась этой рыбой вонючей. Ну, надо есть, Кришна хочет. Да ну что, игра, роль у меня такая. Так что ли это было? Да нет, конечно. То есть, Кришна эту чистую, освобождённую душу может держать в иллюзии столько, сколько нужно. А когда нужно, он откроет, потому что он игрок, имеет право. Он имеет право делать с нами всё, что мы хотим. Единственное возражение исходит откуда? Из нашего дорогого ложного эго. Как это на меня кто-то имеет право? А вот так, имеет право. И преданный обозначает, что я не против, что Кришна имеет право на меня. А если я возражаю на уровне ложного эго, тогда мой статус как преданного, ну, сами понимаете. И вот этот момент перехода, когда я буду согласен, согласен со всеми замыслами Кришны, в том числе и на меня, что он может меня вот так поставить, и так поставить, может меня прославить, а может меня высмеять, может меня в ад отправить, а может в рай, это его... Вот, то есть и только ложное эго, только обусловленный ум, только вот этот вот наш определенный алгоритм, что ли, понимание вещей, вот это является главным препятствием. И дальше, если мы продолжим эту же серию, Шила Прабхупада сказал в 72-м году своим ученикам, что вы, обращаясь к ученикам, вы, это посланцы моего духовного учителя, то есть он послал мне вас, потому что что могу сделать я, один старый человек в незнакомой стране, без ресурсов, без возможностей, он говорит, поэтому мой духовный учитель, поскольку это его миссия, это он меня сюда послал, я его инструмент, он также в помощь мне послал вас. И это само по себе тоже даже наводит на определенные мысли, что не только вот среди жителей Бхаратаварши появляются великие личности и так далее, если план Кришны лежит где-то там за пределами Бхаратаварши, на этих вот землях Пашчатья Дэша, западный мир, где там все эти странные идеи, странная культура современного мира запада, если туда Кришна послал, он там же мог, как говорится, своих этих вот спящих агентов, называется, внедрить некоторое время назад. И когда главный резидент появился, Шрила Праупада, все, они быстро проснули, они оказались рядом, все, то есть это как вот, ну, в разведке есть такие спящие личности, которые забрасывают агента, они долгие годы, живут в какой-то стране, их никто вообще ни в чем заподозрить не может, да, но когда появляется какая-то миссия, появляется какой-то главный резидент, он приходит, они все просыпаются, начинают действовать как команда. Вот, то же самое в данном случае, то есть Кришна никогда не приходит один. Мы знаем, что когда Бхумидеви молилась вместе с Брахмой, вернее, через Брахму передавала свою просьбу Господу Вишне, что вот такие проблемы, никто не слышал, что он ответил, слышал только один, Брахма, он как переводчик был, то есть полубоги все молились на берегу этого молочного океана, включая Бхумидеви, ответ услышал только Брахма, он был единственный квалифицированный, кто мог услышать этот ответ, и он передал его полубогам. Он сказал, что Верховный Господь ответил, он без сомнения придет, а вы тем временем должны уже появиться как династия Яду, то есть создать уже некий антураж, уже подготовить почву, то есть мои люди должны быть уже готовы. То есть Кришна никогда не приходит один, но это не обозначает, что те, кто появляется в этих местах, они прямо вообще только родились и сразу говорят, ага, так, у меня миссия, все, я тут, так сказать, спящий, я готовлюсь, да? Они не понимают этого, им это не нужно. То есть Кришна их держит какое-то время под влиянием своей этой вот иллюзорной энергии, когда время Че наступило, он их пробуждает Че, бум, проснулся, все. И он начинает, о, на самом деле все не так, да? Или как-то, ну постепенно, может быть, начинает пробуждаться к этим вещам. То есть вот что делает Кришна при помощи своих энергий. И мы не должны против этого протестовать, просто потому, что он является нашим лучшим другом. И хотя мне может кажется смешно, и мы там, ну, допустим, мы против того, что нами манипулируют какие-нибудь политики, лидеры, мы говорим, что это такое? Мы протестуем, нами манипулируют? Ну извините, нами Бог манипулирует. Но мы не против этого, просто потому, что мы знаем, что у него хороший характер. И ему от нас ничего не надо. Он нас любит. Вот, что он Сухридам, Сарва, Бутанам, что он друг всех живых существ. И поэтому даже если где-то он нас, как говорится, там подставил туда или сюда, или в какой-то мы оказались нелепой ситуации, вот, ну что ж, так сказать, это воля Кришны, когда, значит, Шива отмечал свою свадьбу и так далее. Вот, много было разных гостей, а он же как одет экзотично, так сказать, набедренная повязка, и причем у него даже не веревочка, там, какой-то змеюкой подпоясанной. Вот, и когда Вишну в качестве гостя прилетел на Горуде, то змей-то Горуды боятся. Вот, и, так сказать, эта змейка, она сразу же исчезла, и все это, так сказать, исходнее с Господа Шивы спало. Вот, и было немного смешно, да? Вот, но Шива не возражает, потому что Кришна играет своими энергиями. То есть, Бхакти обозначает, что мы не против, даже если мы в какой-то нелепой ситуации оказались. Вот, при этом Кришна очень серьезный, и Он никому не желает зла. Он только благожелатель. Он только благожелатель. Другое дело, вся проблема, это вот это вот наше ложное эго, ощущение собственной значимости, великий я, да? Кто может себе позволить, там, меня унизить, мной манипулировать, про меня сказали, я буду всех опровергать, я буду там с кем-то там бороться. То есть, просто ложное эго побуждает наше сознание так манипулировать. Бхакти обозначает, что мы согласны. Не просто мы такие согласные, тупые рабы, а мы понимаем, что Кришна – это любящий Господин, и все, что бы Он ни делал, Он делает нам во благо. Даже если мое ложное эго сейчас это оценит как-то иначе. Это просто проблема моего восприятия всех этих вещей. Итак, мы видим, что различные персонажи в играх Кришны, в играх Кришны, порой действуют как-то так вот странно, не по этикету, не по нашим правилам. Мы же сейчас с наших правил все оценим, что то неправильно, это неправильно. А почему Он сказал то, а почему она повела себя так? А потому что у Кришны есть определенный замысел, определенный план. И этот план, он всегда приводит к полному духовному благу, к полному духовному успеху для живых существ. Поэтому вот через такую призму восприятия легче мы будем понимать все вот эти вот игры, какие-то необычные, порой противоречивые события, или какое-то, как кажется, противоречивое поведение живых существ в играх Кришны. То есть нужно помнить, что это необычные существа. То есть Кришна всегда перед тем, как прийти, Он сначала своих людей расставляет по местам. И только когда уже все подготовлено, какие-то ключевые фигуры, Его люди, теперь Он появляется, а теперь эти люди могут что угодно. Могут играть роль демона, вообще не проблема. То есть мы же знаем, что все эти самые страшные, ужасные, кровожадные демоны, это же чистые преданные, которые просто по замыслу Кришны в этих ролях сейчас находятся. И для того, чтобы не попали в это, они должны какую-то мелочь совершить, какую-то там аппаратку они совершили. Вот эти джая и джая, прямо такие уж страшные, что они такого прямо уж страшного сделали. Ну не пустили этих самых кумаров на Вайкунху, ну там конфликтнули, немножко поговорили, ну что теперь, да? Прямо вот такие ужасы, что вся вселенная должна от этого стать. Вот такой замысел Кришны, понимаете? Вот поэтому есть какой-то внешний формальный повод, что эти слуги оскорбили Брахманов, Кришна сказал, ай-яй-яй, ну теперь выбирайте, значит, что вам, три жизни демонами или семь жизней прядки, сказали, ну конечно, мы хотим быстрее, то есть мы не то, чтобы демонами хотим стать, нет, Кришна так вопросики ставит, чтобы они выбрали то, что ему надо. Никто не хочет быть демоном, преданно не хотят быть демоном, но они что хотят? И хотят скорее вернуться. А, скорее вернуться, тогда сыграйте более сложные роли. Хотите быстрее вернуться, ну заплатите больше чуть-чуть. Вот и все. То есть самая постановка вопросов Кришны такова, что он побуждает нас делать тот выбор, который ему нужен, хотя внешне будет как-то это может быть не очень красиво. Поэтому наше мышление не должно опираться просто на какие-то установки, которые имеются у нас в уме, в нашем ложном эго, наши какие-то понятия о противоречии, о справедливости. Основа нашего мышления такова, Кришна знает лучше. И у него есть определенный замысел, он всегда совершенный. Поэтому мы смотрим на эти вещи не с позиции моих вот этих вот как бы предустановок моего вот этого когнитивного аппарата, состоящего из ложного эго и ума, а мы смотрим на все эти вещи именно с позиции вот этого высшего замысла и пытаемся свои вот эти вот способности к пониманию вещей настроить на правильный манер. Это и называется быть освобожденной душой. Когда мы пытаемся понимать мир так же, как понимает его Бог, тогда противоречие. Харе Кришну. Вопросы какие-то? Пожалуйста. Да вы рядом сидите, скажите просто. Расслабьтесь, говорите просто. Есть много молитв таких, когда все собираются и там написано так, что собрались и молиться Бог и и и и наги и якши и даже ракши и все воздействия и молитвы в Господу. То есть вот это вот непонятно, что одно дело в игре с Кришней, когда демоны играют роль, а другое дело, когда вот эти вот демоны настоящие, они вдруг воздусят Кришней молитвы. Понимаете? Демоны настоящие воздусят Кришней молитвы, Якши, Ракши, Сынаги. Да, то есть вот они тоже участвуют как бы это общее прославление, которое идет Господа, там Исура и Асура забрали, и все вместе, да? Исура и Асуры, все до кучи, и хорошие, и плохие. И вопрос, как вы формулируете? Ну и как это сочетается, что мы слышали про Асу, что они вечные враги и Бога Бога, и Вишну, и Ну да, как все понятно. Ну давайте попытаемся разобраться. То есть, есть некие архетипы, то есть, существа в изначальном виде. Мы знаем, что Суры и Асуры это выход из одной и той же семьи, да? Отец Кашьяпа и вот эти Дити, Адити, две сестры, и у них совершенно разное поколение, от одних Суры, от других Асуры. И в общем, какого-то изначального конфликта то нет, потому что это одна семья. Но есть сила времени, есть сила времени, и эта сила времени также, она активизирует три гуны, гуны должны проявиться, должно проявиться разнообразие, и как раз время, это как раз есть тот самый фактор, который три гуны активизируют и порождает все разнообразие. И теперь из этих вот архетипов, допустим, там изначальные все эти Наги, изначальный Нага, он же хороший Нага, правильно? Это же Ананта Деф, он хороший, но как докатилось это вот змеинное отродие до того, что там всякие другие появились уже негативные Наги и так далее. Точно так же Асуры, они не были плохими какими-то, это члены той же самой семьи, вот это Дити, это мама наша Дити, и поэтому они Дити, значит, Дети этой самой Дити. Мы знаем, что те же полубоги не всегда блещут поведением, то есть куча там всяких примеров с тем же Индрой и другими полубогами, всякое, так сказать, происходит. Вот, поэтому есть вот эти вот изначально чистые архетипы и есть некие, так сказать, уже явления, которые происходят с течением времени, возрастания, обусловленности какой-то. Вот, и поэтому как наги не все плохие, как, так сказать, те же самые, кто такие ракшасы, то есть мы говорим, о, ракшас, да, слово ракша обозначает защитник в строгом смысле слова, в самолетах летали, там, лайфджекет ракшаты, оденьте самый, как сказать, свой, ну, защитный ты, жилет, да, и так далее. То есть ракши это защитники, ничего плохого в этом слое вообще нету, вот, а те, кто защищает, вот, но поскольку есть сила времени, есть три гуны, то с течением времени происходят определенные расслоения, вот эти вот изначальные архетипы, они превращаются в некоторые уже плохие образцы, понимаете, плохие образцы. Тот же Липхишина, он демон по рождению, ну, хороший демон, а его там братцы, там, вот этот, Кумбакарна и Равана, да, они плохие, то есть сама по себе принадлежность к определенному типажу, она еще не характеризует вот внутреннюю природу человека, вот, и поскольку есть вот эти вот, ну, гуны невежества, должны быть личности, которые их олицетворяют, и откуда им появиться надо, скорее всего, из этих вот родов, которые, ну, по замыслу Кришны уже склонны к тому, что среди ракшицев будет больше негативных личностей, так сказать, ну, чем среди каких-то других живых существ, вот, та же, вторая, они там, кто там, первая, супруга Бхимы, Хидимби, Ракшаси, да, вот вам, пожалуйста, семейка, брат вообще полный отморозок, да, вот, а его сестра вроде как хорошая, вот, кто-то там супруга, там, и все прочее, и все прочее, поэтому сама по себе принадлежность к какому-то типажу это очень общая вещь, вот, а когда вступает уже в действие сила времени, трибуны, какие-то определенные сюжеты и замыслы, вот здесь происходит определенное расслоение, и мы им делаем, где мы с каким-то уже конкретным вот типажом уже там на выходе, негативную, вот это Ракшасы, да, и теперь наше сознание имеет такое представление о том, что Ракшаса это плохо, и когда я читаю в Багаве там Ракшасы молить Кришне, у меня опять тот же самый, как Денис Нас, я не понимаю, потому что я привык понимать слова во вторых смыслах, а если вернуть словам первые смыслы, что Ракшаса обозначает просто защитник, ничего в этом плохого нет, но если, скажем, люди двигаются по определенной тенденции, все равно как вот, почему, допустим, люди боялись, были времена вырождения рода, есть такой благородный род, да, но потомки могут все испортить, понимаете, фамилия та же останется, а содержание совсем другое, и поэтому, так сказать, отцы-основатели, они очень озабочены тем, чтобы род сохранил свою репутацию, там все прочее, но мы знаем, что существует закон энтропии непреодолимый, да, что возрастание хаоса в закрытых системах возрастает, и с этим ничего поделать невозможно, вот, и поэтому, просто потому, что такова динамика гун, что такое энтропия, энтропия, это динамика гун, благо, страсть, невежество, все, начали за здравие, закончили за упокой, все, так, так, так движутся гуны, вот, поэтому вполне естественно, что когда мы уже видим какие-то худшие образцы, и читаем о том, что когда-то там Ракш, Сенаги, там кому-то молились, мы думаем, как это понять, просто потому, что мы понимаем слова во вторых смыслах, вот, а если мы возьмем первые смыслы слов, противоречия нет, но вторые смыслы откуда вытекают, как вытекают, благодаря силе времени, возрастанию гун, и каким-то всяким непостижимым планам Господа, как не спутать свою глупость и план Господа? Но у меня встречный вопрос, а как их можно спутать? Другое дело, что Господь может использовать нашу глупость в своих планах, и очень яркий пример из Махапады, когда Пандавы первый раз выпутались с этой ситуации, вот эта вот игра в кости, они проиграли, там все вообще в долгах, как в шелуках полностью, но мы знаем, что потом, как говорится, все там воззвали где-то рашки, он сказал, все, значит, отбой, обнуляемся за результаты игры, все вздохнули, слава богу, значит, Пандавы двинулись вендропраску, а Дуретхан говорит, это что было вообще, то есть, мы же так не договаривались, у нас же план-то был другой, мы должны их конкретно поставить в ужасные условия, и они еще до вендропраски не доехали, Шакуни с этим Дуретхан опять, что делать, что делать, еще раз давайте это самое, посылайте приглашение, еще раз будем, они же не могут отказаться от вызова, они же к шатаре, и вот Пандавы до вендропраски не доехали, гонец их догоняет, и они не просто сами, а они пришли к Дритараштре, Дуретхана с Шакуни, и еще раз его давал убеждать, потому что, ну, они понимают супординацию, что пригласить должен не просто там кто-то там, а именно высшее лицо, формально Дритараштра царь, и они опять идут на поклон, и Дритараштре говорит, что за ерунда, только что мы отменили эти вот, ну, результаты этой игры, вы меня опять хотите, там, что вы без меня дурака делаете, но Дуретхана там, папа, там, пожалуйста, то, сё, короче, манипуляции, всё, он говорит, ну, ладно, давайте еще раз, и вот, значит, гонец догоняет пандавов, которые до Допраски еще не доехали, они там еще все это обсуждают, так сказать, послевкусие всей этой ливы, вот, и он говорит, вас опять приглашают, и Бишма, Бима, Саржуна, так с интересно смотрят на Ютхиштиру, как он реагирует сейчас будет, он говорит, ну, что, разворачиваемся, поехали, они ему говорят, брат, ты совсем, что ли, съехал, мы же только что вы вывезли из ситуации, каким-то чудом, да, и что сказал Ютхиштиру, он сказал, что когда приходят неизбежные вещи, наш разум перестает нормально функционировать, вот и всё, понимаете, вот что он сказал, говорит, когда какие-то неизбежные вещи должны произойти, мы начинаем вести себя глупо, и поэтому наш вопрос, как не спутать свою глупость с замыслом Господа, его можно поверить по-другому, очень часто Господь использует нашу глупость для того, чтобы осуществить свой план, вот всё, то есть, он совершенным образом использует наше несовершенство, хотя, я не должен думать, что то, что сейчас я творю какую-то глупость, скорее всего, это план Господа, то есть, преданный так мыслить не должен, преданный думает, это моя глупость, и поэтому Юдхиштхира, он каялся в конце, Шримад Бхагава там с чего начинается, когда там Махабхарата закончилась, начинается с того, что Юдхиштхира, как он переживал за всю эту войну, за все эти, он говорит, это всё вот мои амбиции привели к этому, что столько людей погибло, и так далее, это правильное мышление Вашнава, но другую, понимая ситуацию, таков был план Господа, но мысли у Юдхиштхира, как Вашнав, что это всё из-за меня, это всё из-за моих амбиций, поэтому наше правильное мышление, когда мы творим глупость, это я творю глупость, но при этом моя глупость может быть частью замысла Верховного Господа, но когда я говорю, о, моя глупость, это план Господа, давайте больше совершим глупостей, вот это неправильное мышление. Ещё вам, пожалуйста. Спасибо за внимание, с вами был. А вот я понял, я летаю в правильное, я думаю, что правильно понял, что вопрос почему не надо задавать, потому что ответ простой, потому что Кришна хочет это, но иногда вот здесь я занимался и задам вопрос почему. Почему Кришна взял с собой удаву на этой встрече? Почему Кришна взял с собой удаву на встречу с этой кубжей, Тривакры, да, женщина, то есть они пришли в этот бордель вместе, вот, и там, ну, во-первых, так сказать, не знаю, но предполагаю, да, Удхова, его репутация безупречна, поэтому, если он куда-то заходит, то, ну, нужно быть непонятно кем, чтобы заподозрить Удхову непонятно в чем, вот, с одной стороны, Удхова это некая страховка для Кришны, что вот он не один был, а он вместе, да, второй момент, это когда они зашли, там говорится, что Кришна сразу же плюхнулся на кровать, вот, так сказать, уже в ожидании, в предвкушении, А Удхова, он не был не в этой комнате, в другой, он так, ему предложили тоже, так сказать, сесть там на какую-то роскошную кушетку, он коснулся ее рукой, на лбу, и, значит, сел на пол просто, потому что он считал себя слугой, вот, ну, дальше, так сказать, мнения Ачарьев разнятся, одни говорят, что у Кубжи с Кришной был, как говорится, полный контакт, некоторые говорят, что не было, так они там слегка, как говорится, пообнимались, и на этом все, вот, но это причем, это Ачарьи говорят об этой вещи, потому что, ну, я это сейчас, как бы утверждаю, потому что на курсе Бхактивиданта эти вещи изучаем, мы только-только прошли как раз вот эти вот главы, вот, поэтому, как говорится, ну, свежо в памяти, то есть, можно почитать вот эти вот противоречия какие-то разные, так сказать, которые могут быть, но Кришна Удхову, как бы, с собой вводит для того, чтобы учить, то есть, играя многообразные роли, Кришна также остается учителем, и он учит Удхову, как разные преданные себя ведут, как Кришна себя ведет, чтобы Удхова наблюдал, допустим, каким образом происходит преображение, потому что, когда они сели на кровать, значит, Кубжи сел на кровать, Кришна, все, значит, обнялись, и в это время Кубжи почувствовала большое освобождение, облегчение, то есть, все, потому что материальное вожделение, которое чисто внешне на нее накатило, опять же, по замыслу Верховного Господа, оно ушло, наверное, она уже фактически восстановила статус вот этой своей освобожденной души. И Удхова видел, наблюдает все эти вещи. Поэтому здесь, может быть, много причин, по которым он с собой его взял. Если вопросов больше нет, всем спасибо, всема бхагаватам, ки-джа-шират-праупада, ки-джа-рикаш.